Здравствуйте! Я не такой пламенный оратор, как Валерий Федорович Рашкин. Он зажигает, конечно, всех. Я более спокойный человек от бизнеса, но могу вам сказать сразу, если вы обернетесь назад, посмотрите на вот это здание, а между прочим, это памятник архитектуры, вы поймете, в каком состоянии находится вся страна. Это же здание поликлиники. Если бы советская власть не ушла 30 лет назад, вот такого бы безобразия, в каком находится наша поликлиника, наше здравоохранение, не было бы никогда. Если помните, мы когда-то имели лучшее здравоохранение в мире. Мы когда-то имели лучшее образование в мире. Мы когда-то гордились тем, что самые активные, самые лучшие, самые умные люди жили в Советском Союзе. В Российской Федерации, по сути, своей, потому что все-таки основой была наша великая страна. И за эти 30 лет мы потеряли все, фактически. Если кто-то говорит, что, знаете, мы хотим не менять власть, потому что не будет войны, он не прав, потому что война-то уже идет. Она существует. Разбомбленные заводы, фабрики, отсутствие рабочих мест, отсутствие в сельском хозяйстве мест для работы, неверие молодежи в то, что она может жить достойно в этой стране. Нищие пенсионеры. Все это мы получили за эти 30 лет. Что нужно сделать? Нужно поменять власть. Нужно поменять отношение к людям. Если вы возьмете нашу программу, то в нашей программе главным все-таки является человек. Потому что все, что делается, должно делаться на благо человека, на благо наших земляков. А у нас получается совершенно по-другому. Почему-то деньги мы храним в иностранных банках, за границей государственной, они не работают на территории. Кто-то там из правящей партии сказал, что денег нет, но вы держитесь. Но это же неправда. Мы же видим прекрасно, что деньги есть. Мы видим прекрасно, что мы зарабатываем, мы получаем огромные деньги. Но почему-то они уходят мимо народа и уходят в сторону каких-то олигархов. Мы предлагаем все поменять. Мы предлагаем... Вот давайте так. Это же простая программа. Отменить пенсионную реформу, сделать пенсии не ниже 25 тысяч рублей. Сделать так, чтобы образование действительно стало бесплатным. И каждый молодой человек, закончивший институт, получил первое рабочее место. Мы за то, чтобы все деньги, которые необходимо направить на здравоохранение, шли из бюджета напрямую, не перед всяких... убрать всяких посредников. Мы за то, чтобы пенсионный фонд убрать и оставить пенсии напрямую из бюджета, как это было в Советском Союзе. Мы за то, чтобы люди платили не больше 10% от дохода за ЖКХ. И мы это можем сделать. Мы за то, чтобы сельское хозяйство развивалось, и мы перестали возить в страну огромное количество пальмового масла, заменители животных жиров, всякого, извините меня, не очень качественного продукта, а накормили своих людей натуральной, качественной продукцией, как это было. Мы за то, чтобы в сельской местности люди получали не меньше, чем в городе. Хотя вот программа партии власти сейчас говорит о том, что в сельской местности, оказывается, люди должны получать в два раза меньше, чем в городе. Мы против этого. Мы за то, чтобы люди получали работу не где-то в Москве и в Санкт-Петербурге, а обязательно здесь, на месте. А для этого надо изменить бюджетное законодательство. И КПРФ, ее фракция в Госдуме неоднократно показывала, что она интересы народа ставит превыше интересов олигархов. Именно они и предлагали отменить пенсионную реформу. Именно партия КПРФ предлагала изменить бюджет и половину денег оставлять на территории, не забирать все в Москву. Потому что вы видите, что сейчас федеральный бюджет огромный, а бюджеты субъектов федерации, а тем более местного самоправления, нищие. А именно на местах живут люди. Сильная Россия это не сильные президенты, не сильная федеральная власть. Это сильные регионы. И мы за то, чтобы деньги оставались на территории, мы за то, чтобы люди не искали работу где-нибудь в Москве, Санкт-Петербурге или в крупных городах, а жили там и получали доходы не ниже, а может быть даже выше, чем в крупных городах. Всю нашу программу я вам рассказать сейчас не могу, но знаю точно, что если люди придут на выборы, то мы обязательно победим. Наша главная задача это привести людей на выборы и прекратить фальсификации, потому что вы видите, что власть приготовилась к массовым фальсификациям. Это видно не вооруженным глазом. Но если мы будем вместе, если возьмемся за руки и придем на выборы, мы победим, и тогда страна будет совершенно другой. Я хочу призвать вас, чтобы вы всех своих родственников, близких, знакомых позвали на выборы, пришли 19-го числа и проголосовали за партию номер один, за КПРФ. Вместе мы победим. Спасибо. 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 Спасибо.